Иисус Христос И они очень серьезно Сожалели Главная мысль в этой притче Это то, что нужно быть Духовно готовым Встрече Иисуса Христа Нужно быть духовно готовым Это главный смысл Христос не рассказывает Притчи, истории так ради Просто так Главный смысл Люди должны быть готовы Кому эта притча Эта притча адресована к верующим К верующим Которые сегодня смотрят онлайн К верующим Потому что там написано Что и те и другие Ожидали Жениха Ожидали Господа Христа Что такое масло? Написано, что у одних Не хватило Не оказалось масла Масло, друзья Это твои отношения С Богом Это вот это и есть Вот эта духовная дисциплина Которая прививает Развивает в тебе Большое желание Которое перерастает В любовь к Богу Близость к Богу Бог стоит твоим приоритетом Написано Христос сказал Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем Это одна из главных Заповедей Вот это итог всего К чему должен стремиться Христианин Это полюбить Бога И вот эта дисциплина Она На первых этапах Она тебя заставляет А потом она в тебе Развивает Любовь К Богу Ты вкушаешь Как благ Господь Ты начинаешь Получать откровение Слово Божие Тебе начинает это нравиться Ты к этому привязываешься Как когда-то Давид говорил Боже Душа моя Томится по тебе Жаждет тебя Плоть моя Это не просто Хождение в церковь В воскресенье Это душа томится Ожидает Жаждет Бога Вы представляете Какой это Уровень Отношений Первое Как вы думаете Что было Неправильно Что здесь сделали Неправильно Неразумные Проблема в чем Была неразумных Дев Вы скажете Проблема в том Что они не взяли масла Но это не проблема Друзья Это всего лишь Одинарный случай Это была ошибка Но проблема Намного глубже Проблема в том Что у них По жизни В их образе жизни Еще давно До этого Бог не был Их приоритетом Вот это Глубокая проблема У них давно До этого Были проблемы С выборами С приоритетами С временем Куда его Вкладывать А то что масла Не хватило Это просто был Последний случай И все Это был просто Последний случай Из многих случаев Сегодня многие христиане Они живут По этому принципу Живут в этой проблеме Что они всегда Заняты У них нету Времени Они живут В суете Их действия Они были неразумны Потому что Они не готовились Духовно Они имели знания О Боге Возможно Ходили в церковь Но не имели Личных отношений С Богом Экклезиастом Первая глава написана Видел я все дела Какие делаются Под солнцем И вот все Суета И томление Духа Сегодня многие верующие Они осуетились Осуетились Живут Беспечно Живут В суете И потом будут Сильно Жалеть об этом Вот это было Неразумно Об этом говорит Эта притча Второе Урок Который мы можем С вами сделать Из этой притчи Это то Что мы должны Готовиться духовно Но вот в чем урок Мы не сможем Приготовиться В последний день Вы не сможете Приготовиться В последнюю минуту Вы не сможете Приготовиться И прыгнуть В последний вагон Христиане Еще все впереди Вот это закончу Вот эту сделку Закрою Вот этот коронавирус Пройдет Мы снова соберемся В церкви И снова мы Надеемся На потом 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 Но потом Супско том Нам важно Друзья Видеть В то Что учит Писание Нам нужно Сейчас Действовать И готовиться Уже Когда мы Откладываем На потом Это тебя Ставит В категорию Неразумных Дев Это тебя Ставит Автоматически В категорию Неразумных Если ты думаешь Потом Я соберу силами И потом Буду делать Нет Запасайся Сейчас Потому что Когда придет Кризис Будет поздно Когда придет Кризис Будет поздно Не сможешь Сориентироваться Растеряешься Вот почему Сегодня мой призыв К детям Божьим Сейчас Сейчас Готовься И делай Призыв Ко всем Твоим внукам Детям И ко всем Окружающим Потому что Друзья Грядут еще Серьезные Времена Сегодня Многие христиане Разделяются На две категории Мудрые И Занятые Я верю Что Дух Святой Сегодня Говорит Твое сердце Есть мудрые Есть занятые Есть мудрые Это Сам Христос Дал этот пример Сегодня Для нас Он так актуален Сегодня Он так актуален Еще есть одна категория Мудрые И любопытные Любопытные Это те Которые пытаются Узнать Как будет Конец света А как же Будет Конец света А какие признаки Последнего пришествия У меня вопрос С таким людям А что изменится В твоей жизни Если я тебе отвечу Что изменится Просто Твое любопытство Ага Вот так Будет Конец света Значит Еще Не та труба Еще не тот Еще не та чаша Из книги Откровений Ага Значит Еще нужно У нас там Еще есть Два Пару этапов У нас еще Время есть Слушают книги Откровений Разные толкования Но в жизни Абсолютно Ничего Не меняется Ты относишься К категории Неразумных Мудрые Они готовятся Уже Готовятся Сейчас И вы знаете Жили Жили так И будут Жили так и будут Это печально Это печально И тогда Среди верующих Окажутся люди Обязательно Которые будут Не готовы Не будут готовы Не будут готовы Как и здесь Приблизительно 50% Не были готовы Третий вывод Из этой притчи Это то что Мудрые Они имеют запас Они запасаются Запас Имеют масло Вот этого Божественного Соединения Вот этих отношений С Богом У них они Не минимальные Минимум Никогда не принесет Резерв Минимум Вот скажем Ты вот Ну купил в магазине Минимум На сегодня Все Съел и все Купил минимум На неделю И все Запас Это ты делаешь Что-то экстра Ты приобретаешь Больше Поэтому минимальные Молитвы Молитвочки Три минутки там За рулем Три минутки там Две с половиной Перед сном Это минимум Это не запас Друзья Библия Это вот Один стишочек Из Библии Verse of the day И то Если Если Повезет Прочитал Вот это минимум Это не запас Друзья Это не запас Мы на этом Не протянем Мы не переживем Кризисы на таком Миниме Нам нужен Духовный запас Нам нужно Время Нам нужно Вкладывать В эти духовные Дисциплины В эти тайные Молитвенные Комнаты Братья и сестры Блажен Кто слышит Блажен Чего сердце Сейчас переполняется Святым Духом Блажен Тот Кто хочет Уже сейчас Вставать И собирать Свою семью И говорить Нет друзья В нашей жизни Будет меняться Мы будем Частью Мудрых Мы не будем Неразумными И это актуально Актуально Сегодня Нам нужен Духовный Запас Чтобы нас Не застало Это все Врасплох Придет время И написано Светильники Начнут гаснуть Даже у верующих Даже у тех У которых Вроде бы Масло есть Друзья Услышьте внимательно Вроде бы Масло есть Но написано Светильники Начнут гаснуть Так и в церковь ходил И Библию читал И молился Но начинают гаснуть Светильники Придет значит Время испытаний Твоих резервов Когда ты уже Духовно Лично проверяешься Ты уже молишься И ходишь в церковь Не под влиянием толпы Тебя уже никто Не раскачивает Давайте поднимем руки Давайте Это хорошо поднимать руки Я поднимаю Давайте сделаем то Давайте станем на колени А ты сам уже думаешь А какой смысл Когда говорят Вот видите Какое Божье присутствие Сегодня среди нас А ты стоишь и думаешь А я его в жизни Никогда не переживал Что за присутствие Где оно Вот здесь и проверочка Друзья Когда ты лично сам Сам Уже нету этой массы Толпы Никто тебя со сцены Не заводит Никакая музыка Все Интернета нету Представь себе Все нету Ютуба Нету трансляций Нету собраний Остался ты Ты и Бог Как написано И остался Иаков Один С Богом Один Вот для нас сегодня Шанс и фокус Сфокусироваться на Боге Это для нас благо Мудрость Друзья Заключается еще в том Что мудрость христианина Это способность Предвидеть духовные события Зрелый Мудрый христианин Это еще один урок Это способность Предвидеть Духовные события Развязку Они видят наперед Они доверяют Слову Божьему Они уже знают Конец фильма Они не боятся Они смотрят фильм Уверенно Они знают Что конец Он уже есть Он уже прописан Богом Автором И нам не стоит переживать О, а что если вдруг Что-то пойдет не так Уже сценарий Богом написан Расслабьтесь Дорогие христиане Расслабьтесь Во имя Христа Иисуса И не переживайте Мудрость Следующий урок Пятый Мудрость бережет От опустошения Бережет От опустошения Вопрос Что тебя сегодня Опустошает Для некоторых Это фильмы Для некоторых Это видеоигры Для некоторых Это социальные сети Это фейсбук Инстаграм Ютуб Сплетни Это опустошает Опустошает Вот почему Мудрые Они не разбивались Они не развеивали Своё масло Они не разбрасывались Они не опустошали Себя И свою праведность Знаете Любой эгоистичный Стиль жизни Он опустошает Сейчас Есть опасность Концентрироваться На себе На себе Как я Это мудро Заботиться Мудро Планировать Мудро Запасаться Менять свои Планы Мышления Мудро Не тратить деньги Мудро Это всё надо Правильно Но нельзя Сфокусироваться Только на себе Друзья Потому что Это противоестественно Божественной Природе Эгоизм Всегда Опустошает Придёт время Друзья Мой итог Когда тебе Духовные люди Не смогут Помочь Даже Духовные люди Тебе не смогут Помочь Наше время В эфире Убегает Но эту мысль Должны услышать Все Все Кто смотрит Нас Онлайн Я говорю Вам От престола Божьего Придёт Время Когда даже Духовные люди Вам не смогут Помочь В этой притче Здесь очень ярко Показано Они пошли К этим Духовным С маслом С резервами К этим Проповедникам К пасторам К родителям Вы же нам Помогите выжить Прожить этот кризис Они им сказали Нет Нет Здесь ты не можешь Это приобрести За счёт Кого-то Это твои личные отношения С Богом Вот почему тебе надо готовиться Готовиться сейчас Прямо сегодня Ты должен Готовиться сейчас Тебе не помогут Даже духовные люди Даже опытные И Ютюб не поможет Интернет не поможет Ничего не поможет Ты должен сам Сейчас Готовиться Есть вещи Друзья Которые Бог нам дал Как дар И как подарок А есть вещи Которые мы должны Приобрести Это последний урок То есть Сами должны Купить Заплатить Заплатить цену Вот почему Сегодня нужно Платить цену За эту молитвенную комнату Вкладывать туда время Прилагать усилия Развивать духовные дисциплины Во имя Христа Иисуса И тогда ты будешь В числе Мудрых Я благословляю всех Кто смотрел эту передачу Кто смотрел эту проповедь Онлайн Я вас призываю Дорогие христиане Распространите её везде Во всех фейсбуках На всех социальных сетях Раздавайте её Чтобы люди слышали Этот призыв И готовились Во имя Христа Иисуса Я вас на расстоянии Обнимаю Церковь Живой поток Я вас очень люблю Очень переживаю И знаю Что мы пройдём Это время изменится Но главное Чтобы изменились Мы Будьте благословенны Во имя Христа Иисуса Аминь Редактор субтитров А.Семкин